Привет! Как дела? Сегодня, наконец-то, я расскажу, как подать заявку на студенческую визу Tier 4 General. Естественно, весь процесс я буду рассказывать на примере своей последней подачи заявки, которая была в 2018 году, в марте или в апреле месяце, точно не помню. Помню, что начала учиться я 15 апреля, ну, значит, незадолго до этого. Итак, первое, что нужно помнить, подавать заявку на визу нужно не ранее 3 месяцев до начала вашего обучения и не позднее 6 месяцев с того момента, когда вы получили КАС, Confirmation of Acceptance for Study. Выглядит это вот так. Я уже рассказывала и показывала, как подавать документы в университет, чтобы поступить в университет и получить вот такой вот confirmation, то есть подтверждение того, что вы приняты на обучение. Если кто не видел, смотрите в этом ролике. А так, вот это вот основной документ из университета, который вам нужен для визы, называется КАС, Confirmation of Acceptance for Study. Его прикреплять в кипу документов не надо, туда просто надо вписать номер, который вам дал университет. Вот. Но это то, что касается КАС, про это я еще буду рассказывать. Что еще важно сделать для Tier 4 Visa до того, как вы подаетесь на визу, это иметь нужную сумму денег, которая должна пролежать на вашем счету не менее 28 рабочих дней. Это очень важное условие. Именно из-за этого могут не дать визу. В общем, все правила, которые требуются для подачи заявки на визу, нужно соблюдать. Иначе, если вы что-то упустите, именно эта вот маленькая деталька может послужить к тому, что в визе вам откажут. Поэтому читайте правила досконально, изучайте все это, потому что, ну, раз вы подаетесь в университет, английский язык вы знаете. Это тоже один из важных пунктов, которые надо учесть и которые надо подтвердить для того, чтобы подать заявку на визу, на студенческую визу Tier 4 General. Для Лондона на счету должно находиться где-то в районе 1200 фунтов за месяц вашего проживания и обучения. Это money maintenance называется. То есть расходы на ваше житье, бытие в Лондоне. За Лондоном там немножечко другая сумма, около 1000, наверное, будет фунтов. Это все уточняйте в правилах. Каждый год суммы и какие-то пункты, правила меняются. Но вот я тогда должна была предоставить справку о том, что у меня на счету есть около 12 тысяч фунтов для того, чтобы я могла въехать в Великобританию. Если вы продлеваете из Великобритании, там немножечко поменьше будет сумма, около, по-моему, 9 тысяч фунтов для того, чтобы получить визу. И эти деньги должны пролежать на вашем счету не менее 28 дней. Еще раз делаю на это акцент, потому что это очень важно. Я сегодня рассказываю только про свой опыт из России. Возможно, из других стран, там Казахстан, Украина, может быть, что-то по-другому. Обязательно читайте только про свою страну. Ну и еще такой момент, что я могу упустить какую-то детальку. И так как я подавалась на визу 2 года назад, возможно, что-то уже изменилось. В принципе, каких-то различий я не нашла. Но имейте в виду, в тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик, возможно, правила уже изменятся. Ну, продолжаем. Еще учитывайте тот факт, что вам нужно будет иметь подтверждение, справку из медицинского учреждения, которое аккредитовано посольством или консульством Великобритании в России, о том, что у вас нет туберкулеза. Вот так вот она выглядит. И вот этот документ, кстати, имейте в виду, опять же таки, вам нужно сделать копию, потому что сейчас все документы посылаются онлайн, копию в цветном варианте. Я вот этого не знала, и мне сказали, ну, как бы пришлось делать это в центре, и один листочек мне обошелся в 40 рублей. Ну, да ладно, суть не в этом. В общем, где найти такую клинику, тоже заходите на gov.uk веб-сайт, главный государственный сайт Великобритании, где вы можете узнать всю эту информацию. Для Петербурга могу сказать адрес, стоит это достаточно дорого. В 2018 году я заплатила 6 тысяч рублей. И адрес в Петербурге находится Американская медицинская клиника на набережной реки Мойки, дом 78, литер А. То есть вот в этой клинике, это единственная, по-моему, клиника в Санкт-Петербурге, где можно сделать вот такой вот сертификат о том, что у вас нет туберкулеза. И этот сертификат надо будет приложить к анкете во время подачи на визу, прикрепить в онлайн заявки. О том, как подавать заявку онлайн, а сейчас все британские визы подаются онлайн, я уже рассказывала в ролике, где я рассказывала про туристическую визу. Вот в этом ролике можете посмотреть, как прикрепить файлы и как отправить вообще все эти файлы в посольство. Сама виза на данный момент стоит 348 фунтов. Плюс к этому вы платите Immigration Health Service Charge, то есть такой взнос для, ну, как бы получается, это ваша медицинская страховка. И в тот момент, когда я подавалась, она стоила 150 фунтов за год, и плюс еще там какие-то, по-моему, 220 фунтов я заплатила. Ну, у меня, конечно, было чуть больше, потому что к году обучения вам еще дают 3-4 месяца. Это просто плюсом, пока вы там устроитесь, пока вы там закончите обучение, получите сертификат, выпуститесь, и, ну, как бы на все про все еще всегда прибавляют какие-то месяцы. Это очень важный и очень положительный фактор был для меня, что я могла там пожить не только год, но плюс еще, ну, как бы полтора года получается почти. Плюс к этому, так как мне надо было по-срочному оформить мою визу, я заплатила за премиум-сервис 400, кажется, фунтов для того, чтобы мне сделали очень быстро. Честно говоря, не помню за день или за три дня или за пять дней, но очень быстро я получила визу и уже поехала. Кстати, мне пришлось еще в этот же день пройти интервью, которого я, кстати, почему-то три часа ждала. Ну, там на другом конце провода никто не хотел со мной разговаривать, видимо. Очень, ну, минут десять со мной поговорили. Долго расспрашивали, что я делала в Лондоне, где я училась, почему я выбрала именно этот курс. Ну, видимо, проверяли мой уровень знания английского языка. Кстати, для тех, кто не учился до этого в Великобритании, так как у меня мой диплом бакалавра прошел на подтверждение моего английского языка как само собой разумеющиеся, для тех, кто вновь прибывает в Англию, надо подтвердить уровень знания английского языка при помощи системы CELT – Secure English Language Test. Чаще всего это сертификат IELTS, который можно получить только в сертифицированных, аккредитованных вот этой вот системой UK Government, то есть правительство Великобритании, агентствах, IT-центрах, где сдаются эти тесты. Меня сфотографировали, прошла я всю биометрию и отправилась домой. Когда я получила визу, визу мне прикрепили в паспорт вот такой вот. Это называется Visa Entry Clearance желтенького образца. В течение месяца по этой визе вы можете уехать, а потом вам на почту по адресу, по которому вы предоставили в анкете, где вы будете проживать, присылают уже вот такую вот резидентскую карточку, которая даёт вам право на проживание в Великобритании, быть резидентом в Великобритании и право работать 20 часов в неделю. И по этой карточке, по этой студенческой визе вы обязаны каждый день посещать свои уроки. Обычно это 15 часов в неделю. Это не так много. Я обычно занималась, по-моему, 2 раза в неделю полные 2 дня. С 10 до 5 вечера. Всё. 2 дня вы учитесь, остальные 5 дней делаете, что хотите. Кто-то работает, кто-то развлекается, но предполагается, что в остальные 5 дней вы занимаетесь самообразованием. Это основная часть образовательного процесса в Великобритании. Ну, я успевала между всеми своими делами ещё что-то почитать и сделать какие-то курсовые рефераты и так далее. Итак, конкретно по визе, что нужно заполнять заявку для подачи на студенческую визу категория Tier 4 General. Изначально вы пишете свои паспортные данные, когда родились и где родились, паспорт, номер, национальность, потом персональные детали и историческую справку, куда вы путешествовали в последние 10 лет. Так как у меня очень много было всяких путешествий, одна только в Великобритании, у меня за последние 10 лет было произведено штук 8 разных виз и въездов по ним было штук 50, поэтому всё сюда не уменьшается. Пишите просто последние свои путешествия, поездки. Также все путешествия не только в Великобританию и в России, но и на курорты, в Испанию, вот я ездила, в Дубай. Всё пишите в категорию интернациональные путешествия. Спрашивают, учились ли вы когда-нибудь в Великобритании, я указала номер своей визы, в какие даты я обучалась. Также спрашивают, ну, как и на туристическую визу, куда вы ездили в другие страны, помимо Европы, ну, там указываются, какие страны, в общем, тоже проставляйте за последние 10 лет, где вы были. После этого вас спрашивают, есть ли у вас иншуранс намба, это типа ИНН в России, то есть ставите номер своего иншуранса, ну, это для работы нужно в налоговую, как бы, когда вы отчитываетесь. Ну, и опять же таки, все вот эти вопросы, участвовали ли вы когда-нибудь в войне, в терроризме, работали ли вы в государственных органах, тогда они вас более подробно будут изучать, какой у вас статус, женаты, неженаты, и дальше идёт информация о родителях, есть ли у вас дети, вы когда-нибудь лечились в Великобритании, и вот тут вот пишутся уже спонсоры, то есть спонсор – это ваш университет, куда вы ставите ваш КАС-номер, который вам дали, помните, я показывала сертификат, который прописан у вас в КАС-сертификате, потом пишите, кто у вас университет, у меня вот был университет в Вест-Лондон, и прописываете его адрес, какой курс вы берёте, вот у меня был в Мастерс и Бизнес Администрейшн, то есть MBA, какая квалификация после этого курса у вас будет, у меня был левел 7, с какого по какое число вы учитесь и год. Дальше написано, вы уже начали курс, но это для тех, кто подаётся, наверное, уже внутри UK, там можно уже начинать курс, не получив новую визу, потому что вы имеете право при подаче уже на новую визу уже начинать учиться, потому что, ну, подразумевается, что это логически, вам произведут новую визу. Я как-то свою новую ждала целых полгода. Мне сначала сделали что-то там неправильно, я отослала обратно, и потом ещё 4 месяца мне её переделывали. Я в это время всё время училась, все эти полгода без каких-либо проблем. Единственное, что я не могла выехать куда-то, но я как раз и не могла по учебному процессу выехать, потому что по этой визе я только обязана учиться. Выезжать я могла только в каникулы. Дальше пишите, сколько стоил у вас курс, оплатили ли вы уже. Чаще всего половину хотя бы университет просит, оплатить как must do, чтобы получить касс. Поэтому у меня уже было оплачено 50% для того, чтобы получить вот этот вот сертификат. Подтверждение о том, что я зачислена на учёбу. Accommodation, то есть где вы будете проживать, сняли ли вы уже или нет. Я написала нет, потому что я ещё ничего не оплачивала и не сняла на тот момент для себя жильё. Дальше идёт вопрос, остались ли у вас какие-то финансы, которые вы должны оплатить. Я написала, да, мне надо ещё оплатить за полкурса моего обучения и плюс к тому предоставить необходимую сумму money maintenance. Ту сумму, которую они просят, чтобы у меня была на год моего существования в Великобритании. В итоге, как бы предоставив сертификат of acceptance for study, то есть вот этот вот касс номер, я получаю 30 баллов, предоставив выписку со счёта о том, что у меня есть все деньги, которые я уже держу 28 дней на счету. Ещё получаю 10 баллов, и в итоге я зарабатываю 40 необходимых очков для того, чтобы получить эту визу. Дальше сюда additional information, то есть дополнительно какая-то информация. Я обычно пишу, какие я документы им в подтверждение оставляю и добавляю. Что я написала? Что я отправила все supporting documents, то есть подтверждающие документы, сертификат бакалавра, тоже копию им приложила, потому что это как подтверждение моего уровня английского языка. Если ты уже окончил британский университет, тебе не надо подтверждать сертификатом IELTS то, что у тебя есть необходимый уровень знания языка. Level B2 требуется для того, чтобы поступить в университет и получить визу Tier 4 General для тех, кто ещё не учился в Великобритании. И вот так вот все эти документы, подтверждающие, естественно, декларацию заполняете, подписываете. И вы берёте для себя appointment, то есть назначаете дату. Когда вы приходите в визовый центр и показываете оригинал этих документов, копии которых вы уже прикрепили в онлайн, и у вас забирают в этот момент паспорт, куда вам прикрепляют вот эту вот виньетку в виде новой визы студенческой, туристической. В общем, просто приходите, сдаёте паспорт и биометрию. Пальчики, зрачки. И, по-моему, вас просят ещё посчитать от 1 до 10 и обратно. То есть ваш голос записывают. И плюс к тому подтверждают вашу идентичность. То есть вы говорите на камеру, как вас зовут и год вашего рождения. Вот такая вот биометрия. В итоге, получив визу, вы уже едете в Англию и там начинаете учёбу. О том, что нужно знать новичку, особенно для тех, кто впервые едет в Англию учиться, я уже тоже рассказывала. Смотрите в этом ролике. Надеюсь, больше вопросов у вас не осталось. Ещё раз напоминаю, что я рассказывала вам о своём опыте и о том, как подавать заявку на студенческую визу из России. Если я что-то упустила, не обессудьте. Задавайте свои вопросы в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Не прощаюсь с вами. Говорю до свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»